Бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Продолжим синтаксический разбор Сура النازعة Разбирая آية رفع سمكها فصوها Мы дошли до слов فصوها Итак, الفاء это حرف عطف النسيوس Или التعقيم والترتيب Указывает напоследовательность без промедления مبنيو على الفتح سنزمنام مكانчانم سفتحة نكانسي السواء это فعل مادن глагول فرشاتش во времени مبنيو على الفتح المقدري على آخره سنزمنام مكانчانم سفترزموائم نكانسي فتحة وفاعل يفاعل ديسو الشليцо это ضمير مستطرم فيه جوازن скрытое в нем в допустимой форме مستمينا تقديرهو هو который выرضن مستمينام هو أل هاو في سواء ها это ضمير مستطرم слитное مستمينا مبنيو على السكونا سنزمنام سكونام на конце а точнее правильно будет сказать ها потому что это مستمينا ее произношение состоит из двух حرف двух букв поэтому лучше скажем ها это ضمير مستطرم слитное مستمينا أل ها мы говорим например про مستمينا единственного числа мужского рода например слово كتابه и так далее значит ها – سلطن مستمينا مبنيع على السكونا с неизменяемым кончайным سكونام на конце ها – سلطن مستمينا مبنيع على السكونام с неизменяемым кончайным سكونام на конце في محالي نسمينا مستمينا مصفل بيه прямое дополнение глагول سواء место с действующим لتون ساة جملة فعليتن глагольное предложение مع توفدن على جملة رفع соединено союзом «фа» с предыдущим предложением «рафаа». «Фа ла махаля ла хаминал ираби» и значит «не иметь места в падеже». Синтаксический разбор следующего, 29 аят «ва ауташа ла илэха ва ахраджа ддухаха» точно так же, как и у предыдущего аята «рафаа самкаха фасавваха», а значит «нет надобности, необходимо все это повторять». То есть «ирабы хаазих ла аяты, нафсы ирабы ла аяты ссабикаты». «Фа ла хаджат ляя ла ирадатихи». А перевод этого аята следующий. «Сделал он темный его ночь и выбил его зарю». Значит, если коротко ауташа, это у нас фиалин мадин, и его фаалин – это миссия не ухва. Потом «валь жумлет ма атуфтан аля жумлет рафаа». Само предложение соединено с предыдущим предложением «рафаа». «Лай ла ха ла ла ата мафул бихи», он же мудаф, а л ха это у нас мудафилей, или же ха это мудафилей. То же самое мы скажем и про предложение ва ахраджа ддухаха. С той или иной разницей, что признаком наспу, винить тюльну подержав слово ддухаха, ддухаха будет скрытая подразумаемая фатха. «Аля муту наспе аль фатхату аль мукадрату аля ахири мана амин згуриха аль таазуру». То есть проявиться которой, то есть вот этой фатхе, проявиться которой помещала невозможность дать огласовку букве алиф. Следующий аят это «валь арда баады залька дахаха». «Земли после этого распростер он ее». «Аль вау» это «истина фитана» или обозначает возобновление речи, то есть новые предложения, или ау ахрадфатан или союз. То есть ахрадфатан аля махзуфин соединяет с удаленным предложением, например, «фа аля мафаал вал арда баады зальки дахаха». «Аль вау» это «мабни аля ль фатха с неизменяемым окончанием с фатха на конце». «Аля арда это мафаун бихи ли фиален махзуфин вуджубан». Является прямым дополнением для удаленного в обязательной форме скрытого глагола, например, «вали аслу» в основе, например, это выглядело как, например, «вадаха ль арда дахаха». Это то, что мы называем «алиштигалю». То есть когда после имени приходит «амиль» фактор, то есть глагол в данном случае, который воздействует на местоимения, который, в свою очередь, возвращается к этому предшествующему этому глаголу имени. То есть здесь у нас, например, упомянутый глагол «даха» воздействует на местоимение «ха», которое возвращается к слову «али арда». Тем самым этот глагол «дахы» занят местоимением «ха» и не может воздействовать на слово «али арда». И если бы не это местоимение «ха», мы бы увидели как упомянутый глагол «даха» напрямую воздействует на имя «али арда». Значит, он занят его местоимением от самого имени «али арда». Значит, «дахаль арда» получается, «дахаль арда» это у нас фиулен во фаулен во мафуулен به, то есть это у нас в итоге глагол прощает чего времени, потом его фааль, то скрыто в нем и смене хуа, и прямое дополнение «али арда». И это глагольное предложение, со скрытым глаголом оно будет или истинно фиулен возобновленное новое предложение, или же омактуфулено или соединено с подразумеваемым глаголом, а точнее с подразумеваемым предложением, то есть фааль, ма фааль, вадахай и так далее. И в обоих случаях это предложение не будет иметь места в падеже. Дальше, «дахаль арда», «дахаль арда» состоит из офетной связки, то есть является первой частью изофетного сочетания. Далее, «дахаль арда» указательное мисмение, «мабнив аля сукуни с неизменяемым кончайным сукуном на конце, в махале жарин бил мудаф, на месте падежа жар родителю падежа, мудаф, или вторая часть изофетной связки». «Вал-ламу алям» это «лиль-буды», то есть указывает на дальность того, на что указывает. «Мабнив аля каср лама халалу хуминал-иараб». «Вал-кафа лил-хитаби» указывает, обозначает, то есть собеседник указывает на собеседника. Тоже «мабнив аля фатр лама халалу хуминал-иараб», то есть не будем все это повторять каждый раз. Остановимся на этом, продолжим, иншаллах, на следующем уроке. Аллаху алям.